Я снимал в 1989 году на Центральном телевидении, где я играл себя, а также наиграл артист театра на Малой Бронной. Хотя он больше похож был на купца приказчика, чем на Чарльзе Дарвина, но играл вторая. Можете посмотреть, он тоже в фильме лежит на сайте публичных лекций. Потом у нас был этот день, и была лекция Артема Лисачева про перезагрузку Дарвина, и вот сегодня у нас уже не фиары есть Дарвин. Но в одном отношении он уникальный. Есть такой сайт, на котором выкладывают все дни Дарвина по всему миру. Так вот, в этом году, значит, в России, я так понимаю, зарегистрировано три события по поводу Дня Дарвина. Это вот у нас в институте. Затем, я так понимаю, Саша Дубыдин устраивает в облике по поводу Дня Дарвина в понедельник историю про эволюцию Ост Надежника, замечательного ученого из Питера, по-моему, да? Из Москвы, да. Кроме еще в Москве в какой-то не то хромой собаке, не то еще в какой-то собаке заметно. Вот что интересно совершенно. Там у них, по-моему, 2 рубля в минуту, на другой билет. На этот день Дарвина должен слушать топливого пальчика. Такой же вы толстый. Ну ладно. Вот так что мы вообще на этом деле тоже оказались. Вот. И все. По-моему, там дальше. А что замечательно, я обратил внимание, ни одного дня Дарвина во Франции. Они до сих пор ромархисты. Они до сих пор ромархисты. Шаптумисты. Абсолютно. Да. Даже не милого ромархиста. А? Не милого ромархиста, а просто милого. Просто милого ромархиста. Ну, сегодня у нас это был романтический день Дарвина. У нас сегодня Иван Полтаранский из института филологии и университета прочитает 20-минутную лекцию про... Ну, мы ее назвали литературной стишки Дарвина. Про что вы сейчас... Потом, вы знаете, будет литературная, потом будет литературная стишка Дарвина. Enjoy. А, еще у нас... Подождите. Вот они мне поражают... У нас еще будет конкурс на самую Дарвиновскую город. Поэтому после, после вот этого самого, после филологии, мы устроим тот дефилет. А потом выберем, проголосуем за самую Дарвиновскую город и выдадим за ответ, ключи из института филологии. Все, пожалуйста, Иван. Я бы хотел... У меня есть несколько раздаточных материалов. С одной стороны, этих раздаточных материалов, чем публикован стихотворением Мандельштама Ломарк, а с другой, выдержки из его статьи к проблеме научного стиля. Деван, возьмите микрофон. Да, сейчас, сейчас. Я хотел бы попросить их раздать эти материалы. У меня получилась большая количество, но если пустить их, то будет хорошо. Сейчас, минуточку. Сейчас я запущу... Слишком громко, нет? Все хорошо. Сейчас я запущу раздаточные материалы, немножечко настроюсь, и за 20 минут расскажу вам о Мандельштамовской оптике, направленной в данный раз, в данном случае, на чтение Дарвина. А Мандельштамовская оптика – это совершенно уникальный случай, удивительная способность смотреть на мир и извлекать из всего, на что падает взгляд, поэзию, а из самой поэзии извлекать структуру, то есть какую-то суть, связанную с научным знанием. И вот в данном случае я был очень рад, когда Павел Михайлович предложил мне тему этой лекции, потому что я люблю Мандельштама давным-давно, а с Дарвином я знаком, собственно, только через него. Ну, так получилось. Поэтому то, что я буду рассказывать, будет касаться скорее литературы более, чем биологии, хотя если я буду залезать в какие-то профессиональные области и произносить не те термины, которые вам покажутся верными, то прошу заранее меня простить, потому что я буду пользоваться слегка устаревшей терминологией 20-30-х годов касательно тех источников, которые у меня есть. Вот. Сейчас, секундочку, запущу материалы, и пойдем вглубь эволюционной лестницы. Я хотел бы попросить раздать, просто пустить... Вообще, вы отчаянный человек, потому что наука говорит, что когда люди что-то читают, они неверно перестают слушать. А это на будущее. На будущее. На будущее. Кому-то может понадобиться сейчас читать, а кому-то понадобится в будущем зафиксировать какие-то моменты этих материалов. Так вот, значит, поэт Осип Мадельштам написал в газету для газеты «Московский комсомолец» в 30-х годах статью, которая называлась «Литературный стиль Дарвина», но так как обычно бывает у Мадельштама, его произведения существуют в множестве черновиков, двойчаток, тройчаток и так далее. То также одна из его статей, один из вариантов этой статьи, называлась «К проблеме научного стиля Дарвина» и выдержки из этой статьи вы можете прочитать на тех материалах, которые я вам отправил. В чем суть и интерес этого вопроса, я попробую пояснить на примере некоторых цитат. И из этих произведений, кстати, списков, их еще существует не один вариант, но мы будем ориентироваться на два. И также на сам текст Дарвина. И может быть, вам, так же как и мне, филологу, сотруднику, младшему научному сотруднику института филологии и специалисту по терролитературе, захочется читать Дарвина по-другому, читать его как тончайшее литературное произведение. Так же, как его увидел Мандельштам, так же, как он мог увидеть, в общем-то, любой крупный предмет, например, божественную комедию Данте. И в стиле самого письма Мандельштама есть много, как раз таки, соединяющего в себе различные науки, соединяющего в себе вопросы естественно-научные и вопросы исключительно эстетические. То есть мы выходим на пересечение тут, у вас спасибо большое, спасибо, на пересечение мировых культур и мировых наук. Так вот, пара цитат из этих произведений. Заранее еще, пока что у меня есть некоторое время, скажу так, что Мандельштам сам любил ассоциативные скачки. Он писал, что главное в литературном произведении, это проколы, прогулы, брюссельское кружево. Так что, если вдруг речь заходит об одном, но через некоторое время, как шахматный конь, выходит совершенно в другую сторону, то не пугайтесь, это, собственно, свойственно самому предмету. И вот цитат. Я думаю, вы без труда отличите, откуда этот цитат. Начиная с отдаленнейшего периода истории мира, сходство между организмами выражается в нисходящих степенях, вследствие чего их можно классифицировать по группам, с опочиненным другим группам. Эта классификация непроизвольна, как произвольно, например, группировка звезд. Следующий цитат. Зачаточный лист настурции имеет форму алебарды или двухстворчатой удлиненной сумочки, переходящей в язычок. Он похож также на кремниевую стрелу из палеолита, но силовое натяжение, бушующее вокруг листа, преобразует его сначала в фигуру о пяти сегментах. Линии пещерного наконечника получают дуговую растяжку. Возьмите любую точку и соедините ее пучком координат с прямой. Затем проложите эти координаты, пересекающие прямую под разными углами, на отрезок одинаковой длины. Соедините их между собой, и получится выпуклость. В дальнейшем силовое поле резко меняет свою игру и гонит к форму геометрическому пределу, к многоугольнику. Растение – это звук, извлеченный палочкой терминвокса, воркующий в перенасыщенной волновыми процессами сфере. Оно – посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании, в одинаковой степени сродни и камню, и молнии. Растение в мире – это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие. Мадрештан называл скучным бородатым развитием некоторые теории его друзей, которые долго, ну, например, Борис Кузин долго спорил с ним о ламаркианстве, не о ламаркианстве и так далее. После чего, вот, собственно, здесь некоторой отсылкой к пушкинской иронии противопоставил полет растений во Вселенной скучному бородатому развитию. И еще одна цитата. Еще одна цитата несколько из, ну, из того же источника, из тех же, точнее, источников, но несколько, наверное, неожиданная. Сейчас. Потому что она должна быть любви. Но куда-то она у меня делась, только что была здесь и исчезла. Ну, хорошо. Еще один текст появляется, появляется еще один текст «Путешествие в Армению», где Мадрештан вспоминает о своих разговорах с его другом, биологом, достаточно интеллигентным и остроумным биологом Борисом Кузиным, и много говорит о том, собственно, как соединить литературу, как соединить художественное произведение и, собственно, научное воззрение. Ну, так вот, я надеюсь, что те раздаточные материалы, которые пошли в зал, попадут совсем так или иначе на глаза, потому что я о них говорить не буду. Я буду говорить около них. Если у меня получится найти исчезнувшую цитату, то я вам ее прочитаю позже. Так вот, в чем же дело? Мандельштамм обладал, как мне кажется, исключительной жаждой познания. И более того, его язык, его мышление могло как губка впитывать из различных источников, впитывать мир и преобразовывать его в текст, преобразовывать его в поэзию и в понимание некоторой сути, лежащей в этом мире. И тот детский восторг, с которым Мандельштамм выучивал итальянский язык, чтобы прочитать божественную комедию в разговоре о Данте, описанное им чувство. Тот детский восторг и та глубокая радость научного внимательного познания, мне кажется, была же им испытана, когда он читал, собственно, на труды Дарвина, его путешествия на Бигле и его классический труд о происхождении видов. И здесь такое ощущение, что поэт говорит с ученым на равных, а ученый говорит с поэтом, отвечает ему тоже на этом же равном уровне. И ученый становится поэтом, поэт становится ученым. И вот цитата из эпиграф из проблемы научного стиля Дарвина Модельштамовского вспомнил, что это искусство щелкуна нигде не было описано как следует. Дарвин путешествие на Бигле. И вот что искусство щелкуна нигде не было описано как следует. И вот пишет Модельштам Дарвин не навязывает природе какой бы то ни было цели. Он отрицает за ней какую бы то ни была благость. Всего более далеко над мыслью приписывать ей волю как разумные зиждущие свойства. С удивительным постоянством Дарвин дает захватывающие снимки животного или насекомого, застегнутого врасплох в самом типическом для него положении. Щелкун брошенный на спину и приготовляющийся к прыжку загибает голову и грудь назад, так что грудь, грудной отросток выдается наружу и помещается на краю своего влагалища. Пока продолжается это загибание головы назад, грудной отросток действия мышц сгибается, подобно пружине. В это время животное опирается на землю краем головы и над крыльев. И вот дальше Модельштам комментирует эту цитату из Дарвиновского текста. Нам уже трудно оценить всю небывалую свежесть этого описания, которое так и просится на пленку кино. Для того, чтобы понять всю глубину художественно-научной революции, осуществленной Дарвином, сравним эту хищную, насквозь функциональную зарисовку жука с одним из описаний Паласа, натуралиста Ленеевской школы, автора физического путешествия по разным провинциям Российской империи, 1767-1769 год. И вот цитата. Азиатская козявка, величиной с антицериального жука, с видом кругловатая, с шароватой грудью, стан и ноги с прозеленью золотые, грудь темнее, голова медного цвета, твердокрылья гладкие, лосняющиеся, с примесью, виолетового цвета, черные, усы ровные, передние ноги несколько побольше, поймана при Индерском озере. И вот Мадельштам. Насекомое преподнесено как драгоценность в оправе, как живопись в медальоне. То есть Мадельштам наблюдает эволюцию литературного стиля. Он говорит, что раньше насекомых преподносили как живопись в оправе, а теперь Дарвин делает фотоснимок. То есть Дарвин практически пишет как модернист. Он находит животного в неожиданном положении. Он не фиксирует животное как следует его правильно зафиксировать, поместить в оправу. И в этом как раз таки происходит существенная революция. Смена точки зрения человека на живое существо. И Дарвин накопил невероятное количество наблюдений, опыта и умения совершенно точно подсекать и подмечать то, что он увидел в своих фотоснимках. Вот. И дальше Мандельштам перепрыгивает к Карлу Линнею. Систематика Линнея нуждалась в таких описаниях. Предустановленная гармония в природе постигается непосредственно через классификацию. Познавать и восхищаться одно и то же. И ну я рекомендую прочитать это эссе к проблеме научного стиля Дарвина или литературный стиль Дарвина. Потому что я не могу его процитировать все полностью, хотя очень хочется здесь настолько внимательно читатель Мандельштам как читатель настолько внимательно подошел к тексту, что хочется оставить и его в качестве фотоснимков то, что он пишет. о прочитанном. Вот. И что у нас получается внимательный взгляд уникального читателя на ученого, который вглядывался в мир. И Мандельштам видит свое отражение вот в этом жуке щелкуне. Насколько вы знаете Мандельштам часто сравнивал себя с ну и друзья его сравнивали и наблюдатели сравнивал себя с щеглом или с птицей закинувшей голову назад и как бы ходил с некоторой такой гордостью. И вот здесь вот есть что-то общее в самой манере, в самой походке, в самом дыхании Мандельштама, с которым он чувствовал, ощущал себя, с которым его наблюдали те, кто зафиксировал образ Мандельштама в разных текстах. И это также схоже с его взглядом на этого жука, выхваченного из бездны дарвиновского текста. И здесь опять же, ну вот стихотворение Ламарк, оно конечно очень сложное, и я сегодня опоздал на эту лекцию, потому что, кажется, пошел по эволюционной лестнице, точнее по простую лестнице вверх, а надо было идти вниз. И исследователи спорят, в этом стихотворении Ламарк движется мысль по эволюционной лестнице вверх или вниз. И когда она движется, описывая всех этих животных, описывая, ну, я отдал все тексты, кажется, у меня их с собой не осталось. Да, я говорю, отдал все тексты, если мне дадут один текст, я прокомментирую дальше, перескачу, да. Вот, хорошо. И несколько комментариев к этому стихотворению дам. Извините, сколько у меня минут еще осталось? Еще. минут десять. Хорошо. Дарвин пока останется у нас в таком образе фотографа, находящего жуков в неожиданном положении. А вот Ламарк. Был старик, застенчивый, как мальчик, неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, пламенный Ламарк. Если все живое лишь помарка, за короткий выморочный день, на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень. К кольчицам спущусь и к усоногим, прошуршав средь ящериц и змей, по упругим сходням, по излогам сокращусь, исчезну, как протей. Роговую мантию надену, от горячей крови откажусь, обрасту присосками и в пену океана завитком вопьюсь. Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз. Он сказал, природа вся в разломах, зрения нет, ты зришь в последний раз. Он сказал, довольно полнозвучие, ты напрасно Моцарта любил. Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил. И от нас природа отступила так, как будто мы ей не нужны. И продольный мозг она вложила, словно шпагу в темные ножны. И подъемный мост она забыла, опоздала опустить для тех, у кого зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. 7-9 мая 1932 года. Так о чем здесь идет речь? Но более подробно можно найти статью Жалковского о Ламарке и еще ну я не помню точное название, там есть слово еще и Ламарк, Мадельштам и еще каких-то текстов. Так вот, здесь идет речь как раз таки о результате всех тех долгих ночных разговоров о науке, о эволюции, о биологии, о природе, о живом существе. Точно так же Мадельштам впитывал и философию Бергсона и физику Эйнштейна и опять же божественную комедию и античность и культуру и науку, он все впитывал в одно, в то, чтобы увидеть, увидеть нечто как огромный кристалл, движущийся и сияющий с различных точек зрения. Так он примерно описывал в божественной комедии. И вот здесь мы видим в начале буквально его собственный портрет был старик застенчивый как мальчик, неуклюжий, робкий патриарх. Мадельштам и сам себя называл патриархом. А дальше, понимаете, происходит очень широкий захват. И история, и конечный предел истории, и эстетика, и все, и время, современность, все начинает двигаться в одном глобальном эволюционном процессе, на котором с гордостью, скажем так, человек готов занять последнюю ступень. И здесь такая амбивалентность и дихотомия, что да, что значит занять это последнее место, что значит отказаться от зрения, что значит перестать быть человеком и стать одним из насекомых обратно. То есть много-много спорят о чем это стихотворение, но суть в том, что есть две версии. Одна, что это либо преодоление возможностей человечества, как некого рода или вида, и выход на ступень вне этой лестницы, либо наоборот отказ от того, что эволюция ведет нас дальше, выше и каким-то большим достижением и принятие того, что нет никаких причин в том, чтобы эволюционировать дальше и в том, чтобы в конце концов человечество заслуживает обратного эволюционного процесса, возвращения на нижнюю лестницу, на нижнюю ступень этой лестницы. Это две точки зрения на это стихотворение. И здесь есть несколько загадочных моментов. О нем, конечно, отдельные диссертации можно писать об этом стихотворении, это очень много собрано. И несколько моментов протей это из греческой мифологии, собственно, существо, способное принимать любые формы. И вот он пишет сокращусь, исчезну, как протей, к кольчицам спущусь и усоноги. Дальше, кто такой, чем завершается это стихотворение, у кого зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. Это речь о Велимире Хлебникове, который как раз таки в некоторых других записках Мадельштама был похоронен по его собственным словам в зеленой могиле в Нижней Новгороде. И устанавливается не буду всю литературологическую логику, но Хлебников, понимаете, вышел из рамок времени, вышел в будущее, вышел из процесса революции, по мнению Мадельштама, конечно. И сейчас Хлебников в будущем пашет, держит земной шар на своем мизинце и пашет время, как тугую плотную землю вместе с Львом Толстым по его собственному дождению. И в этом есть второй объявлентный вопрос, о чем для стихотворения. Ну вот, это что касается рассуждений о поэзии и той поэзии, которую можно извлечь из естественно научных концепций, взглядов. А что касается еще несколько минут, я потрачу на... возвращаюсь обратно к Дарвину. Здесь идет речь о том, чего добился Дарвин. Дарвин вступает с природой в отношения военного корреспондента, интервьюера, отчаянного репортера, которому удалось подсмотреть события у самого истока. Он никогда ничего не описывает, он только характеризует. И в этом смысле Дарвин, как писатель, принес натуралистику вкуса современного ему английского читателя. Не следует забывать, что одновременно с Дарвином читали и Диккенса, и тот, и другой нравились публике по тем же самым причинам. И не обращать внимания на форму научных произведений так же неверно, как игнорировать содержание художественных элементы искусства неутомимо работают и здесь, и там. Дарвин движим инстинктом высшей целесообразности. Пчелиные соты, рабовладельческий строй у муравьев и так далее. Вот. У меня захлопнулось то, что я держал, но я хотел еще одну цитату напоследок привести, чтобы дальше оставить вам то, что я говорю, не каким-то совершенно конкретным выводом, а той самой возможностью смотреть на известные нам научные работы, как на поэзию, и смотреть на поэзию, как на полноценную научную работу, за которой стоит возможность подсмотреть события у самых его истоков. И это то, чем занимался Мадельштам, то, чем, собственно, мне кажется, и должен заниматься поэт и ученый. И Мадельштам увидел в давлении эту возможность и поэтому высоко ценил его как собрата-литератора по Перу. Пока что вы можете задать какие-то вопросы, если у вас есть, а я еще одну цитату, пожалуй, найду. и на этом уже завершу свое краткое и более поэтическое, чем содержательное выступление. Я думаю, что в данном случае он его все-таки читал в русском переводе, скорее всего, у него не было доступа к оригинальному тексту. он знал английский язык и более того, он не знал итальянский, но выучил его при необходимости. Ну, там было время достаточно сложное. Я, по крайней мере, не знаю о том, чтобы в списке текстов, которые Мадельштам носил с собой, была дарвиновская какая-нибудь книга на оригинальном английском языке. Между прочим, я проверял это. Я думаю, что у Мадельштама был перевод к Тимирязи. И перевод действительно неальный, он фактически дословный и при этом в ваших субстанах. Понимаете, потому очень близко к теме, субстанное предложение очень близко к тексту, но это не картина. Это действительно хороший русский язык. Вот здесь две вещи. Тимирязи может относиться как угодно, но перевел Дарвина он еще раз. Между прочим, первый перевод, вот тут интересная штука, Иван, первый перевод путешествия на Бигле сделала Бетитова. Это кто было? Это была мама Александра Булка. Да. Вот. Она приняла путешествие на Бигле. Вот то, что было первое появилось в России, это была мама Александра Булка. Так, что еще? Ладно, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, все эти путешествия на Бигле, что-то еще из работ Дарвина Мандельштама вообще представляло, но прочитал все. Понимаете, он говорил в тех текстах, на которые я опираюсь только об этих двух произведениях, и мне кажется, ему этого было достаточно, чтобы сделать те выводы, которые он сделал, потому что, ну, в общем-то, все содержится, что толкнуло его к написанию этого эссе, содержится в самом тексте. И остальное это уже такие специальные научные исследования историков литературы и так далее. Я в данном случае этих исследований не проводил и сказать не могу подробно. Нет, ну, вообще, я нечем бы сказать, что действительно у него две самые лучшие книги, это, конечно, путешествие на Бигле и происхождение Витра. Размерение человека тоже, и хорошая, но очень близная, и там много личных. А эмоции замечательные. А? Эмоции замечательные написаны. Да, 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 это самое выражение эмоций действительно хорошая. Нет, если его восхищал гардентом литератор, а это правда, почему же тогда он не читал все остальное? Ну, вот ему частички обязательно. Потому что, потому что Модельштам умел увидеть суть и ему этого было достаточно. То есть, он знал, когда и где, сколько ему нужно прочитать, он читал вообще много, но беспорядочно, я так скажу. И он как бы чувствовал определенную меру, определенную границу и дистанцию, когда ему и было что сказать, и было что прочитать. И если бы он использовал другие тексты Дарвина, он бы обязательно на них сослался и бы проиронизировал над ним, и написал бы про его некую слабые, скажем так, литературные стороны Дарвиновского стиля. Но он же говорит здесь не о Дарвине, он же говорит здесь не о его текстах, он же говорит здесь о красоте. И вот смотрите, я нашел две цитаты. «Глаз натуралиста орудия его мыслей, так же, как и его литературный стиль». И вторая длинная цитата, но из путешествия в Армению хотел ее прочитать. «Любовь». Не знаю, как для других, но для меня прелесть женщины увеличивается, если она молодая путешественница по научной командировке, пролежала пять дней на жесткой лавке ташкентского поезда, хорошо разбирается в линеевской латыни, знает свое место в споре между ламаркистами и эпигенетиками и неравнодушна к сои, к хлопку или хандрилле, а на столе роскошный синтаксис путанных, разноазбучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотворении. Спасибо вам. Я не обижаю, а тут был один вопрос самый последний. История про лист, она была что-то до чего еще раз? История про лист до или после тех текстов, про которые я говорю? Нет, я все равно. А, да, до, до, до Мадештама была, я думаю. Ну тут как бы нужно опять же смотреть источник, откуда он взял этот лист. Возможно, ему кто-то рассказал. Это Мадештамовский был текст, да. Я думаю, что уже знал. Коему времени он уже читал эти тексты, безусловно. Мадештамовский Так, ладно, я Бергсон не знаю. Вообще, если мне спросить, да, я Бергсон не знаю. Я не знаю, что такое было. Я понимаю, что меня не украшают. Мадештамовский впитывал из текстов, из разговоров, из каких-то наблюдений случайных. Может, они уже по ночам говорили про Бергсона, и он смог какую-то цитату оттуда включить. Скорее всего, это происходило из воздуха. Эти тексты брались, и он точно говорил о Бергсоне, потому что еще ранее его эссе и размышления о литературе, собственно, связаны с философией Бергсона. Так что, совершенно точно он знал, о чем говорит. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует нашей поэтической программы Анатолия Павла Дикулина иллюстрации Ольги Борска. Приветствую. Раз, раз. Так, прошу, микрофон нормально. Продолжение следует... Время не берется. Так, начинает выждавляться, да? Дарвин здесь не фигурирует. Под натиском враждебных сил трясутся стены базы. Уж начались систем отказы, и капитан ворота заварил. Последний разум моей логики устой, еще светящий в наших душах, сегодня должен быть разрушен под креационистской пятой. Пусть нам их не побороть, его они не одолеют сразу. Мы возродили его разум, и вот теперь мы возрождаем его плоть. За годы эмуляции расчетов мы воссоздали его суть. Осталось только жизнь вдохнуть, и в мир вернется страж свободы. И вот, покинув свой биореактор, сверкая лазерами и подкожной броней, незамедлительно вступает в бой всех дарвинистов интеллектуальный бенефактор. И он ворвался прям вражином в стан, посеяв ужас, панику и боль. Враги под взглядом Дарвина 2.0 преобразовывались в кровяной туман. И защитив свое учение, он начал удаляться от земли, и подмахав нам издали, отправился на встречу приключения. АПЛИТМЕНТЫ АПЛИТМЕНТЫ Сл感謝, гениально, как всегда. АПЛИТМЕНТЫ Между прочим, насчет того, что Дарвин был в учениつ герой. Тут некоторое время назад был опубликован роман под названием «Заговор Дарвида» И там изделял гениальный роман про то, как Дарвин плывет на Библию. Это уже Паша? Что? Не Паша написал, это роман, американцы. Ее, правда, у нас их все немедленно перевели. Слушайте роман, перебивайте. Роман такой, Дарвин плывет на Библию. А его туда Фицерой дал натуралиста. А натуралистом должен быть не Дарвин какой попал, должен быть доктор. Поэтому доктору становится обидно, и он хочет Дарвина укокошить. И пытается его застрелить еще на канадских травах, ему не удается. Они плывут дальше. И на Брио-де-Жанейро Фицерой доктор достал Фицерой, Фицерой его списывает. И это пока все правильно. Но потом он жалеет, этого доктора и берет на корабль. И поэтому дальше его нигде нет в документах. Они плывут дальше, приплывают на огненную сервину. И там доктор пытается укокошить даже. Но они идут вместе с огнеземельцев к вождю огнеземельцев. Идет с ней миссионер. И приходит к вождю огнеземельцев и рассказывает ему взгляды свои на устройство жизни на Земле. Ну что, было сотворение, было 7 дней, потом был потоп и так далее. И спрашивает, а какие у вас взгляды? Какие у вас верования на жизнь в Земле? И может, как огнеземельцев говорит, что по нашим верованиям жизнь зародилась в керамичном бульоне и с простым веществом. Потом под действием случаются укладения естественного отбора. А так просто развивалась. И мы представляем вот эту жизнь в виде филогенетического зрения. Вот такие у нас вооруженные земельцы вверху. Дарвин и доктор оба понимают, что это нобелевское племя. И кто ее расскажет, кто и выживет, и они пытаются другому укокошить. Сначала доктор гоняет на Дарвина кусок асберга. Это действительно реальная история. На Дарвина кусок асберга упал. Потом они плывут на голопоносы. И на куполоносах они лезут в жерва вулкана. И там, значит, доктор лезет вперед. Или то ли он Дарвина хотел спернуть, но он вступился и упал туда раньше. И вот он там сидит в вулкане и начинается извержение. А Дарвин ему руку протягивает, а тот не достает. Вы понимаете, да? И тогда этот самый доктор ему говорит, это выживание наиболее приспособлено. И тут его вулканом и убивает. А Петрой это слышит и потом вот это усматривает. А Дарвин всю жизнь мучится и боится обнародовать свою вот эту самую теорию, поскольку его совесть мучает. А потом приходит письмо от Олеса. А Олес откуда узнал? А ему рассказал миссионер, который вот уехал тогда, он с ними был. Он потом поехал на Малаи и там встретился с Олесом и все ему рассказал. На самом деле. Вот если вы будете следить за всеми за биографией Дарвин, здесь все очень точно. Ну естественно еще разлечет. Вот действительно, вот этот миссионер потом поехал в Малаи и действительно, ну, брат его, мол, сначала с Витроем, с этим самым Солесом и так далее. Но и вот в конце стоит дисклеймер. Все эти самые личности являются выдуманными и имеют его отношение к реальному. Такого интернета не надо. Абсолютно. Мы все со всеми встречаем. Да, да, да. Так. Это я в чуму. А? А в фильме, да. Ну вот. А нет, подождите. У нас еще был один вопрос в программе. У нас был вопрос. У нас тут фильм сейчас будет. Фильм будет. Но у нас был еще один вопрос в программе. Это конкурс на самую Дарвиновскую гору. Поэтому я прошу всех носителей вам, выйдите сюда на дефект. Так. Дердик, давайте, давайте, давайте. Кто у нас еще? Где он? 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 Будем теперь не сделать голосование. Будете кричать или что? Или как? Уходит человек на трибуну, и пусть по-другому а у нас, и мы слышим, вот это не супомера. Еще раз, еще раз. У нас конкурс на самую дарвиновскую борт. Начинаем. Горосуем. Кто дарвинов? Видите, вы смотрели? Я вполне себе дарвинов. Горосует. Подняли руки для Дергиха. А где у нас есть шептная комиссия? Динамическое поле. Так, ладно, все. Значит, вообще, на самом деле, вот у него конфликт интересов, у Ильи Ассо. Он же, например, там, где не медалью сыграл в ООН. Правда. Он делал там хитрый трюк. Вот этого, чем с он считает, и все получалось без этого. Горосуем за Ильяса. Поехали. Так, подняли руки. Да, но вы пока вас опережаете, Ильяс. Так, Владимир. Владимир. Так, поехали. Скажите, что-нибудь да. Так, голосуем. Вот еще и Дергиха с каком-то. А вот он нас лидирует. Так, это его паса. Я тут не конкурирую. Так, голосуем. Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юля, отправились. Я думаю... АПЛОДИСМЕНТЫ Он демонстрирует на себе эволюционное учение Дарвича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снепан, который занимается во-первых, вот и среди них всех, вот вот среди них всех, он ближе всех к Дарвичу, он занимается происхождением человека, если не могу... Юля, Николай, Влад Бород... АПЛОДИСМЕНТЫ Ну.. Ну нормально... А уровень Гермика, Гермика? АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Фарисович АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, оставляете Рубцова, а я ему выписываю диалог. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...